парни всем привет привет всем городам напишите в комментах обязательно откуда смотрите хочется понимать так скажем и географию у кого-то возможно светит жаркое солнце у кого-то метель у кого-то мороз и так далее обойдусь без долгих вступлений хочу только процитировать классика имея mercedes s-класса можно жить в гараже и то же самое хочу сказать про бмв 7 серии имея ее родимую можно тоже жить в гараже и сейчас покажу вам как и что приходится делать приятного просмотра пока значит мою бэху там смотрят у дилера я решил время зря не терять поехал за запчастями хочу дополнительную помпу купить в наборе с патрубками нашел за 2 700 плюс еще по мелочи там поворотничек крепление запасного колеса может еще еще что найдется улица петухова называется тут у нас смотрите вообще просто елисейские поля вон запчасти оттуда начались и везде здесь продают в каждом уголке запчасти контрактные в основном как написано так вот богата это улица петухова на контрактные запчасти а к вам а это информация как конфиденциально не но если бесплатно то можно такие часто к вам ездят а вы туда вставляете и все дать парни вот зацените мои покупочки датчик расхода воздуха смотрите но его продавали только вместе скорб с коробом воздушного фильтра за три с половиной тысячи дополнительная помпа со всеми патрубками вот видите оригинальная на быстро съемок все как положено тоже ждет установочки надеюсь получится быстро поставить и проверить это крепление запасного колеса ну просто прикрутить его чтобы было как говорится как положено и где-то у нас и вот соответственно поворотничек еще который вот здесь у нас будет жить потому что с той стороны белая с этой желтой вот смотрите видите и лежит тоже мне подписчик подарил решетка в передний бампер раз уж мы дошли до запчастей давайте все это обсудим вот видите решетка в передний бампер посередине серединка есть а вот здесь что-то должно быть этого нет у меня такая просьба может у кого-то это лежит готов купить просто не могу найти в продаже как у меня он валяется запчасти который я даром готов отдать там с двери с той же там запчастюльки молдинг вот такой с переднего бампера готов отдать возможно молдинг у кого-то вот такой есть то есть он идет вдоль всего кузова но он хромированный изначально может у кого-то есть тоже готов приобрести было бы классно вы что-нибудь слышали про инвестирование в стартапы компания стартап фонд дает отличную возможность инвестировать и зарабатывать на этом сервис предлагает инвестировать 7 стартапов и получать прибыль совместно заявленной компания стартап фонд официально зарегистрирована и имеет стартовый капитал 10 миллионов рублей вы просто инвестируете в стартапы и через определенный срок получаете положенную вам прибыль начать можно со 100 рублей если сейчас инвестировать 10 тысяч рублей то через 12 дней можно заработать уже 13 тысяч рублей у компании есть все документы и сейчас не составит никакого труда их проверить для проверки в реестре рф нужно ввести у грн этой компании инвестируйте в стартапы сегодня чтобы заработать завтра ссылочка в описании парни мне вызвался помочь павел такой же бмв вот как и я у него точно такая же бэха семерка только на пару лет постарше он ее за полгода уже там чуть ли не всю перебрал и говорит есть свободное время давай заеду тебе помогу я в свою очередь не стал отказываться да и кстати будем менять в задней двери маленькую форточку которая на моей машине разбита и которую пару недель назад кстати павел мне подарил она осталась у него после замены двери на бэхе хорош так вечерочек гараж начинается это павел ознакомьтесь привет сегодня будет она чё с тонировкой да вам с тонировкой надо будет снять растонировать будем стекло сегодня в этой серии следующий будем ставить шутка вот поэтому я в дороге короче лабаша не обдирал потому что я думал обдеру а у меня там вот такая вот штука будет под пленкой оказалось вся машина на изи вообще ободралась так это не все трется с бомбой герметик самая интересная разборка двери ну вот я переднюю разбирал в принципе мне пришлось ее вообще всю перебирать ну да я так же все четыре хотя я ее покупал вот это снял поставил болты типа разъемы открутил я думал так будет на самом деле оказалось там стекло одинарное да 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 потому что стекло поменять там все разобрать надо вот тогда машина разбирается голыми руками можно сказать главное опытом главное да в нужную сторону усилия прикладывать офигеть рыжих нашел неприятный так нет не получится знаю попробовать можно конечно просто на вишну вот заходит насколько сантиметр почти а если если засунем то в принципе почему нет хотим объяснять внутренние обшивки приклеить попробовать но если что придется разобрать до вырезать конечно так получается но вклеивать то это совсем другое на даже будет и герметик убрать вот так там сейчас будет тросик и подушка ручка прям тяните все и подушку цепляет уж разъем не она вообще должно так просто отсоединиться а еще не ура еще подъехали ура еще этот там разъемчик хитрый уже 14 . все здесь у нас что блок управления это да да блок комфорта двери шторка моторчики собственно механизм все эти что я же переднюю разбирала не видно там нету шторок посмотреть что-то какие-то трубочки трубочки за счет такое но тут привода на шторке идут вверх вытаскиваем она где держит не держится где вот на трех самолетов держался ух ничете пол сабля какая это она вон до ручки но она направляющий стекла идет ну собственно и все сейчас на все давай положим в другое место сейчас мы вырезаем нифига колбаса такая да получается она двухслойная до передняя же но на всех машинах триплекс трехслойная а это двуплекс дуплекс это все это надо получается сейчас вот этот герметик весь отсюда срезать ну да а потом такой же слой наложить вот здесь открутил я здесь 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 это кому может пригодиться здесь получается три самореза было раз два три и планочка внешне от это снялась и в принципе все а это получается как дверная карта до 2 и моем и оптику вытащить я разъем все разъем мешает у нас остался вот этот провод который в карту будет туда дверь цепил методы вот такой короче толстый слой примерно жгут получается резиновый держит стекло сейчас придется мазать таким же толстым слоем интересно сколько стоит замена наверно лобовик проще даме лобовик там тысячи полторы ну я даже не знаю посчитаем для начала герметик в общем выбрали с неожиданным названием тоска черный вот такой это тубус и здесь интересно так как консервы почему-то сделано тоска я думал это какая-то китайщина смотри не реально немецком написано все все правильно черный герметик черная машина немецкая машина немецкий герметик еще в немецком разобрался реально это английский а там английский какой английский смотри в английском нет таких букв какие там где-то сверху когда сверху там что-то черточки какие-то я думаю тут английский немецкий хотя нет а ты уже прочитал я уже все понял если болгарку надо при при это приложить до без герметика посмотреть еще как ну да прикинь очень не подойдет сейчас беда будет и виду ты такой это был пранк да ладно я поехал да да там она как-то на защелку а вот она тут специальные защелочки да то есть главное герметик намазать немало до чтобы дырок не осталось и тут она защелкивается это стекло где-то здесь должно а вот он все нашел защелочку они входят получается вот сюда эти защелки и все и тут его криво не поставишь все просто продумали они знали что через 15 лет мы в гараже будем говорить и здесь попала ну можно можно вставить или не вставлять но примерно понимать так наверное как-то так ребят зацените как это правильно так павел придумал только что вот систему специальную накладывание герметика то есть вот так вести да и тогда будет яду я думал вообще просто ровно обрежать но я думаю так будет конечно круче она сразу это как бы подшпаклевываться будет под нужную эту высоту а если вот так и накладывать тут и саму так регулируешь да уже что взрываем как взрываем смысле открываем как зачем а блин там же а нафига это смысле нафига открываем когда зачем так сделали ну давай учетом баночка пепси нет там будет просто поршень и все а зачем тут закрыли а был бы не стану смотреть еще это наркотики лежат контрабанда с германией я тебе предоставлю это дело давай может обезжирить для начала ну еще раз обезжирить лишним не будет работает обезжиривание вот я иногда делаю короче набрызгал компрессором вдул да вы не должен по идее тряпкой когда трешь там все равно три морсинки то есть удобно здесь поэтому по старому следующих будем класть и все четко толщину прям надо хороший я надеюсь мощности этого хватит ничего не погнется под такой герметик по идее продали да конечно продают ну чё-то она погнул и так стекольный герметик тоска уже третий пистолет это два трупа то ли герметик у нас какой-то сухой либо тугой либо пистолеты совсем непригодны либо он замерз уже из 2 1 собрали уже хочется его разрезать на самом деле и кисточка не внести он будет держаться вообще будет куда он денется глаз толщиной угадать я имею ввиду адгезия будет к этому час будет будет то он свалится колбаска бы сейчас проверим ну хоть пистолет пока живет пока держится восемь раз уже руку сменил примерно вот такая картина по моему слегка оборчинули да по-моему нормально там было был толстый слой такой главное это не чтобы мало не было если чего его уже можно потереть будет тот самый момент в клейке сейчас мы узнаем как толсто тонко мы помазали из первого раза не прилипнет что-то это будет жестко еще заклеим еще смажется вас по сути одна попытка так там направляй душа она должна в клипсу встать я вот не вижу просто нет лица но смотри у меня здесь в двух клипсах она как бы встает видишь ну да и получается там она должна просто уже уже прицелена быть не факт туда куда нужно если в двух местах уже прицелена ну или вверх вниз максимум ее вот так поиграть сборочка в обратном порядке она должна все упираться вот так а ну вот да она по эту по резинку после вклейки стекол на улику выпускают там через полчаса уже как ты считаешь да лето наступит засохнет конечно ну все получается чем у нас один остался всего болтик лишний да нормально план выполнен все готово сейчас карту накидываем уже близится все к завершению сколько уже часа 3 до прошло с пистолетом больше всего возились все следующие вот так бэхи собирают работают опытный проктологи нормально попался раз я помню с передней были ну ты мучился в этом моменте надо в одну линию вывести вот зацени покупочку там же кстати покупал где ты мне посоветовал сайт сколько рублей 150 стоит 200 по моему 300 до 300 даже а то меня это все подписчики мне это замечание делали что с одной стороны белый с другой жук работает все вот четенько вообще бэха в очередной раз становится лучше и лучше стремимся к идеалу путь к идеальной бмв вот все работы можно считать завершенными если даже где-то в герметике есть небольшие там проплешины будем считать это вентиляции зато стекла не будут потеть тут вон то и так все столько уплотнитель и что тут можно было вообще даже и герметик не ложить он павел поехал блин про просто так человек вот решил вечер выделить помочь коридовать чем сбоку помогу приятного боевые воды друг другу помогая какой-то особая связь между бы выводами есть может потому что машины какие проблемные типа как с характером конечно без него намного сложнее было но как бы я с передней тоже связывался дверью полностью перебирал вот так нормально после покраски вот этой части кузова салон немного запылился хоть ребята автосервисе и закрывали все тщательно целлофаном но пыль как говорится не удержишь ничем она проникает через все щелочки я озадачился химчистка автомобиля и как раз подписчик валентин который занимается как раз детей лингом химчисткой пригласил меня у тебя в гости и предложил взбодрить шишигу так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем более на нашей тачке, на нашей бэхе салон сохранился практически для 15-летней машины в идеальном состоянии, несмотря на то, что пробег на приборке 200 тысяч километров, уже переводило даже за 200. Соответственно, помимо того, чтобы не улучшать в чем-то машину постоянно, нужно по максимуму сохранить то, что уже есть. И за состоянием салона тоже нужно следить. Хоть Валентин и не захотел сниматься, там какие-то комментарии свои давать, что-то рассказывать, я считаю, что хороших людей нужно всегда знать в лицо. Так что я в описании оставлю координаты, может быть, кому-то пригодится. Фух, ладно, чё. С момента прошлого видоса прошло уже, наверное, дней 5. Сейчас пару дней на монтаж. Пора уже вам всё это показывать, всё, что произошло. Чтобы не забывали нас с Шишигой. Давайте сейчас, пока у меня телефон не разрядился, посмотрим комменты с прошлого видоса. Популярные. Так, да, кстати, ребят, хочу поблагодарить. Большое спасибо всем, кто ставит лайк под видео. Казалось бы, для вас такая мелочь сущая, там, клацнуть мышкой или пальцем нажать. Но на самом деле каналу, машине это очень сильно помогает. Двойное спасибо всем, кто оставляет комментарий, своё мнение. Даже если оно негативное, но хотелось бы, чтобы был какой-то конструктив всё равно. Не то, что там не нравится, не интересно, там, или вообще какие-нибудь оскорбления. А что конкретно не нравится, почему и что бы вы хотели видеть. Этих комментариев, к сожалению, единицы, но они очень ценные. Да, и не забывайте репошнуть, рассказать друзьям о видосе. Екатерина Петухова пишет. Актёрская игра в начале ролика, 88 уровень. Номинация Оскар однозначно. Ну да. Есть такой момент. А чё, говорили же, да чё там неинтересно, там. Без сценария, ничего. Вот вам разнообразие. Это для вас всё разнообразие. Александр Богданов пишет. Почему снимает Рома, а стыдно мне? Очень похоже на постанову ради рекламы. Ребят, я вам могу сказать одно, что за прошлый ролик ни копейки я не получил. То есть, может, конечно, это реклама, там, автосалон, BMW, как там всё классно, красиво. Ну, конечно, когда мне бесплатно что-то делают, естественно. И, кстати, да, там даже такси бесплатно оказывается. То есть, оттуда, из автосалона, меня спрашивали, типа, такси вызывать вам? Я говорю, да нет, чё я, в принципе, человек простой, чё мне такси днём. Оказывается, они оплачивают такси. И вот, когда я оставлял на ремонт машину, 300 рублей поездка от них до моего гаража по пробкам оказалась абсолютно бесплатной. Ну, кстати, мне очень льтит, что вы думаете, что BMW, такой автоконцерт, там, будет связываться со мной по поводу рекламы. Вот, по поводу, там, топливной компании, тоже это ничего не оплачивалось, но там была определённая договорённость. Вот, но долгая история. Если уж очень хочется кому-то, могу там в Инстаграме где-нибудь, там, записать видосик, рассказать, как там чё было. No Name пишет, Porsche Cayenne у Миши на подходе, копи бабки. No Name я коплю, каждый день откладываю с обедов на Cayenne, с завтраков, с ужинов тоже откладываю. Так что на Cayenne потихонечку складываю в баночку. Капитан Очевидность пишет, однозначно, Оскар. Но про Оскар тоже здесь много комментариев. Ребят, скажу так, Оскар мне не нужен, Грэмми, там, Херемми. Для меня более важный стимул, ну, как для ютубера, вы сами знаете, можно организовать кнопочку серебряного цвета. Это будет самый лучший подарок от вас. А для этого всего лишь нужно, чтобы каждый из вас посоветовал канал своим друзьям, родственникам, знакомым, соседям, коллегам и так далее. И они подпишутся, Кнопарь приедет на базу, будем отмечать. Андрюха Колянович, у меня ВАЖ-2712 позвонил дилеру, спросил, что там по акции заменить мне. Сказали по акции, визитку можем бесплатно выдать. Ну да, может не на все модели, конечно, есть. Но я очень рад, что были комментарии о том, что кому-то помог мой совет. Кто-то записался на замену масла, кто-то по отзывной что-то там записался. Даже если бы один такой комментарий был, значит, видос записан не зря. Не зря я потратил время, и это было вам полезно. Да, кстати, насчет комментариев. Сейчас в Ютубе появилась очень удобная такая функция, то есть вот эти сторисы, сюжеты так называемые. Можно было записывать уже давно, но сейчас сделали такую функцию очень удобную, что можно брать какой-то из ваших комментариев и его как бы комментировать в этом сюжете. То есть показывается коммент снизу, и, соответственно, блогер может все это дело комментировать. И получается такое прямое общение с вами, со зрителями. И я постараюсь почаще комментировать ваши топовые мысли под видосом. Не забывайте подписываться на Инстаграм. Там все оперативные события вам рассказывают, что куда еду, куда что смотрю. Истории IGTV, видосы, там иногда все это заливаю. Так что будьте в курсе. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok